Ночь со вторника на среду стала самой снежной в этом году. Только с начала этой недели выпало более 10 сантиметров снега. И чтобы очистить город днём и ночью, тысячи единиц техники и столько же дворников дежурили на улицах. Днём проходили такие операции, как прометание тротуаров в проезжей части неоднократно. Но, к сожалению, снег не перестаёт. Сейчас в ночь будем повторять те же самые операции. Прометание, обработка ПГМ. Вот, сформируем валы. Вот сзади за нами стоит хаб, который будет грузить. Самосвалы будут вывозить на Октябрьскую набежную, дом 2. Эта ночь стала настоящим испытанием. Планы наши – это завершить вывоз снега и уборку города. Ежедневно организуется работа штаба, который занимается организацией межведомственного взаимодействия. Это и с комитетом благоустройства, и с транспортом. Убираем и очищаем улицы круглые сутки. Всё идёт пока в штатном режиме, никаких перебоев в работе нет. В усиленном режиме работали и на ЗСД. Учитывая то, что это скоростная магистраль, то чистая проезжая часть – это главная задача во времени погоды. В режиме реального времени контроль за всей дорогой ведётся при помощи 800 камер, которые позволяют в течение 15 минут отправить снегоуборочную технику на необходимый участок. Уборку проводят по особому методу и описывают его полувоенными терминами. Превентивно проводится противогололёдная обработка. На линию выводятся машины для распространения по дороге противогололёдных материалов, чтобы не допустить скользкости даже в самом начале снегопада. Общий пробег техники, интересная цифра за сутки, составил порядка 24 тысяч километров. С начала самого сильного снегопада 15 февраля за одни сутки вывезли более 13 тысяч кубометров снега. Для того, чтобы точнее представить масштаб, это 5 тысяч легковых автомобилей. А с начала зимы цифра в 50 раз больше – 620 тысяч кубометров снега. И всё это отправляется на снегоплавильные пункты, которым приходилось работать на полную мощность. Все снегоплавильные пункты города за прошедшие сутки мы приняли больше 12 тысяч кубометров снега. В городе Санкт-Петербурге 11 стационарных снегоплавильных пунктов и 7 снегоприёмных пунктов. Такая работа коммунальщиков на пределе возможностей позволила городу жить в обычном режиме. Пульс города не изменился. В часы пик дороги были загружены, но аномальных пробок не возникало. Я, как заядлый автомобилист, постоянно передвигаюсь на машине и очень быстро замечаю любые дорожные изменения. Так вот, два дня спустя мне ничего не напоминает о том, что недавно город был во власти непогоды. Но! Назвать идеальную ситуацию нельзя. Есть такая вещь, как подснежник. Так называют автомобили, которые владельцы забыли на дороге на один или несколько дней. Они мешают снегоуборочной технике прочистить полностью проезжую часть, и поэтому есть вот такие сугробы. Как только владелец вернётся и заберёт свою любимицу, техника здесь проедет, и дорога будет полностью чистой. Неочищенный город — это не только проблемы для пешеходов и пробки на дорогах. Если вовремя не реагировать на снегопад и осадки, то удар может быть нанесён на экономике. Грузовикам будет не добраться до складов, логистика будет нарушена, и это грозит финансовыми убытками. Благодаря стараниям коммунальных служб такого удалось избежать. А такая ситуация была в это же время в Москве. Вторые сутки снежного Армагеддона. Рекордное количество снега выпало за последние сутки. Метель заносы минус 15. Пробки на дорогах достигали 10 баллов, а автолюбители, прежде чем встать на МКАДе, вынуждены были прокапывать себе дорогу на свободу. Снегоуборочная техника работала на полную мощность. В некоторых местах перекрывали движения, чтобы очистить проезжую часть. Власти Москвы заявили, что потребуется 4-5 дней на ликвидацию последствий. В Петербурге справились за сутки. Я люблю Ленинград заснеженный. В последнее время мы отвыкли от настоящей зимы со снегопадом и морозами. А те осадки, которые выпадали в Ленинграде, были в разы сильнее. Люди, которые застали то время, сразу вспоминают крабов, которые занимались уборкой улиц. Эта техника загребала снег металлическими лапами, которые напоминали клешни. В кратчайший срок город был возвращен к нормальной жизни. Все познается в сравнении. И то, что в соцсетях называли аномальными снегопадами 15 и 16 февраля, обычное явление для города, который называют северной столицей. Леонид Филиппов. Пульс города. Продолжение следует...